Другая излюбленная тема западных средств массовой информации, да и западных политиков, так называемая аннексия Крыма России и то, что они называют грубейшим нарушением международного права со стороны России. Не будем сейчас напоминать, как часто западные державы сами забывали о международном праве. Это происходит настолько часто, насколько это им бывает нужно. Но вспомним о том, как в 1989 году произошло объединение Германии, а точнее поглощение Восточной Германии ее западной частью. Происходило оно без всяких референдумов, без всяких голосований, с полным игнорированием Конституции ГДР. Но что-то не помнится, чтобы кто-то в США, например, говорил тогда о нарушении международного права или же о нелегитимности этих процессов. О том, как это было. В материале Рамиля Гатаулина. Вот так воссоединялась Германия при помощи ломов, зубил и молотков. Референдум, голосование, соцопрос? А зачем? Тех, кто тогда решал судьбу миллионам восточных немцев, совершенно не интересовало мнение не только рядовых граждан, но даже руководства Германской Демократической Республики. Эган Крэнс, который возглавлял ГДР в те дни, когда рухнула Берлинская стена, в эксклюзивном интервью нашей программе рассказывал, что информацию о переговорах он узнал одним из последних. Я не против объединения, но я против того, как это произошло за спиной ГДР. Накануне падения стены я был в Москве и спросил Горбачева напрямую. Холодная война подходит к концу. Что произойдет с нашей страной? Тогда он заверил меня, что объединение Германии не стоит в повестке дня. А в это время Горбачев отправлял своих личных посланников в Бонн, где они обсуждали условия поглощения ГДР Западной Германии. Действительно, это не было объединение двух равных немецких государств, а поглощение Восточной Германии Западной. Территорию ГДР просто включили в состав ФРГ, в одночасье поменяв все законы и правила жизни на Востоке. Конституция ФРГ изначально писалась как конституция общегерманского государства. Тогда даже не вносились никакие изменения. Это не было приспособление одной части страны к другой. Это было именно распространение той модели правовой, политической, экономической, которая была в западной части Германии на Восточную. С самого начала идею воссоединения Германии поддерживали не все. Самыми решительными противниками этого были западные лидеры. А вот Советский Союз предлагал воссоединить Германию сразу после войны. В 1946 году мы предлагали провести общегерманские выборы по одному избирательному закону. На основании результата выборов создать общегерманское национальное правительство. Мы предлагали заключить с этим правительством в течение одного мирного договора, по мирному договору в течение года или двух вывести все оккупационные войска. В 1946 год. Все это было отвернуто. Запад изо всех сил противился объединению Германии, потому что иначе в Европе появлялся еще один сильный экономический и геополитический игрок. К концу 80-х главными центрами влияния на европейском континенте считались Лондон и Париж. И Берлин в качестве конкуренты им был совершенно не нужен. Однако тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль ради того, чтобы войти в историю как собиратель земель немецких, был готов на все. В тот момент решение вопроса, быть ли Германия единой, зависело прежде всего от позиции Советского Союза. И Гельмут Коль полетел в Москву, где сумел убедить Михаила Горбачева в искренности своих чувств. И советский лидер пошел навстречу просьбе друга Коля. Всего лишь за обещание, что единая Германия выйдет из военного блока НАТО. Во время совещания в Белом доме мне предложил Горбачев изложить нашу позицию по германскому вопросу. Не шварнадзе, а привозу мне. Я изложил позицию и обратил внимание на следующее. То же значение, которое имеет Западная Германия для США и НАТО в целом, такое же значение имеет для нас ГДР. Мы должны четко исходить из этого принципа. Либо мы равны, это нам возможна договоренность, либо... Значит, наступила мертвая тишина. Буш прервал ее словами. Ну что ж, давайте продолжим разговор в Кэмп Дэвиде. Пока, значит, соберемся мыслями и так далее. И в Кэмп Дэвиде как раз в этот же вечер сдал все Горбачев. Почему? Он до сих пор не дал объяснение. Бывший советник Гельмута Коля Михаил Штюрмер откровенничал с нами в Берлине. Помимо официальных переговоров проходили и закулисные, где все и было решено. В октябре в Будапеште у меня был откровенный разговор с соратником Горбачева Шеварднадзе. Мы договорились, что Германия ни в коем случае не будет разрознена и ни в коем случае не выйдет из НАТО. Это было бы неумно со стороны Германии выходить из НАТО, потому что Советская империя тогда была очень ослабленной. Взамен Советский Союз получил лишь 15 миллиардов марок на переезд наших частей в Россию. И еще обещание, что НАТО не пойдет на восток дальше германских границ. 9 февраля 1990 года министр иностранных дел США Бейкер сказал Горбачеву, что НАТО не будет углубляться на восток. Фрау Меркель, вы, как и я, не сидели бы сегодня здесь в Бундестаге. Гергаук не был бы бундеспрезидентом, если бы НАТО не дала такие заверения. Цена Горбачева за объединение Германии и принадлежность единой Германии к НАТО являлся тот факт, что НАТО отказывается от углубления на восток. Этого обещания вы не сдержали. Именно об этой, уже забытой многими историей, и напомнил Владимир Путин в своем недавнем обращении по поводу ситуации с Крымом. Поймите нас. Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы. Напомню, что в ходе политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР на, мягко говоря, экспертам, но очень высоком уровне, представители далеко не всех стран, которые являются и являлись тогда союзниками Германии, поддержали саму идею объединения. А наша страна, напротив, однозначно поддержала искреннее, неудержимое стремление немцев к национальному единству. Уверен, что вы этого не забыли. И рассчитываю, что граждане Германии также поддержат стремление русского мира, исторической России к восстановлению единства. Недавно издание Der Tagge Spiegel провело опрос среди своих читателей. Из 9 тысяч респондентов 78% оправдывают действия России на Украине и в Крыму. И считают, что политика Евросоюза и США в отношении России лицемерна. Подавляющее большинство немцев никогда даже не подозревали, что Крым не входит в состав России. И поэтому такая реакция у правящих кругов понятна, потому что они играли в эту западную, прежде всего, американскую геополитическую игру с захватом Украины, с поглощением ее североатлантическим блоком, потому что ясно о членстве в Евросоюзе речи не идет, и превращение там Севастополя в город американской военно-морской славы. И вдруг вот такой облом. А это на сегодня практически все, что осталось от символа холодной войны – Берлинской стены, разделявшей немецкую нацию надвое. Теперь фрагменты стены – самый продаваемый товар в сувенирных лавках. Бетонными осколками торгуют уже почти четверть века, но на удивление они все не заканчиваются, как будто стена как ящерица, у которой заново отрастает оторванный хвост. И хотя Берлинская стена рухнула, но барьеры между Востоком и Западом, похоже, остались. Рамиль Гатаулин, Марина Шамре, Александр Калинин. Аналитическая программа PostScript.